Ее пик популярности пришелся на 70-е, 80-е годы прошлого века. Людмилу Зайцеву называли экранным воплощением красоты простой русской женщины. Ее героини всегда имели внутренний стержень и прямолинейность, бездолепритворство и жеманство. Такая актриса и в жизни. Людмила Васильевна родилась 21 июля 1946 года на хуторе Восточный, в Краснодарском крае. Ее мама не была замужем. В шесть лет у Люды появился отчим, который стал ей настоящим отцом, батей, как называла его Людмила. Семья переехала в станицу Усть-Лобинск. Мама всю жизнь скептически ко мне относилась, я у нее всегда была не первый сорт, у нас в казачьих семьях все не очень ласковое. Любим друг друга, но расцеловать, обнять, сказать что-то приятное, нет. Казаки очень суровые, там другой уклад жизни, там нет, сюсюканий, вспоминала актриса. Людмила всегда была предоставлена сама себе. После восьмого класса она работала на элеваторе, стройках и училась в вечерней школе. Ее мечтой было стать актрисой и получив аттестат, она объявила родным, что поедет в Москву. Они отнеслись к этому скептически, но запрещать не стали. Приехав в Москву, Людмила поняла, что со своим говором и неправильными манерами, она вряд ли поступит в театральный вуз. Три попытки были провальными. Она стойко возвращалась домой и терпела насмешки односельчан и укоры мамы. Ну куда тебе? Вот Ладынина, актриса. Ладненькая, беленькая, носик маленький. А у тебя уши несуразные, руки-ноги большие. После третьей неудачной попытки, Людмила пошла на актерскую биржу, и ее пригласили работать в Рязанский ТЮЗ. За год она набралась опыта, которого не хватало для поступления, из четырех попытки стала студенткой Щукинского училища. Но после получения диплома в 1970 году, ни в один театр ее не взяли. У нее не было определенного амплуа. Она отнесла свои фото Масфильм и устроилась в филармонию. Людмила стала ездить с концертной бригадой по казахским степям. В 1971 году Людмиле повезло, ее пригласили на пробы в фильм «Второе дыхание» и утвердили на главную роль. Но успеха фильм не имел. Узнав, что Ростоцкий задумал снимать. О Зоре здесь тихие, актриса сама пошла к режиссеру и просила дать роль, хотя бы в массовке. Она получила роль второго плана, которая сразу принесла Людмиле успех. После этой небольшой роли, Виталий Мельников пригласил актрису на главную роль в фильм «Здравствуй и прощай», которая имела огромный успех у зрителей. Людмила стала одной из самых востребованных актрис советского кино. Она играла острохарактерные роли. Ее героини были женщины из народа с непростой судьбой. Но очень близкие и понятные зрителю, Ксения, любимая жена Федора, строговы, драматичная роль по семейным обстоятельствам. А в маленькой вере актриса и вовсе отказывалась сниматься и искренне не понимала успеха, прочитав сценарий, я не нашла ничего потрясающего в своей героине. Обыкновенная советская женщина, вспоминала Людмила. Людмила Васильевна работает в театре киноактера, на его сцену она выходит 45 лет, являясь ведущей актрисой. У нее не было простоев работы в кино в 90-е, она востребована и в новом веке. Сейчас актриса соглашает сниматься редко. Она сыграла бабушку Андрея Разина в «Ласковом мае», не смогла отказаться от роли Мелиховой в «Тихом доне». А также мы увидим актрису в новом сериале «Хор». Людмила Васильевна очень контактный и душевный человек, ей нравится новое поколение актеров, с которыми ей приходилось работать. «Я всегда со всеми дружу, со всеми схожусь», — говорит актриса. Своё личное счастье актриса обрела не сразу. С Сергеем Миловановым она училась на одном курсе. Он был красавцем и звездой не только их курса. Они стали жить вместе. Людмила считала его очень талантливым, которого не могли оценить по достоинству. Каждую неудачу он топил в алкоголе и новом романе. Людмила все прощала. Но в какой-то момент чаша ее терпения переполнилась, и она разорвала эти болезненные отношения. Актеры не были официально супругами, но впоследствии Милованов всегда называл Людмилу первой женой. С инженером Владимиром Федоровым, выпускником МИФИ, Людмила познакомилась на вечеринке, где собрались физики и лирики. Им вместе было очень интересно, гражданский брак перерос в официальный. У Людмилы сложились теплые отношения с родителями мужа. Но их брак просуществовал всего восемь лет. Актриса стала востребована, в год выходила по несколько фильмов с ее участием. Супруги отдалились друг от друга, а потом муж встретил другую женщину. На пробах фильма «Праздники детства» по рассказам Василия Шукшина, Людмила встретила мужчину, с которым прожила в счастливом браке больше 30 лет. Причем, в этом фильме она играла его мать. Актер из Минска Геннадий Воронин был человеком необыкновенной судьбы. Детдомовец из Красноярска работал в шахте, отслужив в армии, отправился во Владивосток. Ходил в плавание по морям, потом окончил Дальневосточного института искусств, став актером. Впоследствии Геннадий стал сценаристом и режиссером. В 1982 году у супругов родилась дочь Василиса. Имя ей дали в честь Шукшина. Она выпускница в ГИКО. Она снимается в сериалах. Василиса замужем за сокурсником Александром Носковым. Они подарили Людмиле внука и двух внучек. Она старается как можно больше проводить времени с внуками. Обожает для них печь пироги и имбирные пряники. Людмила Васильевна никогда не делала омолаживающих пластических операций. Ее мужу не стало. В 2011 году она научилась жить без него. В каждой паре жизни свои минусы и плюсы. Жизнь идет своим чередом. Часто вспоминаю маму. Она была очень артистичной и остроумной. У нее был миллион пословиц. На мои вздохи, ой, мам, я не знаю, что будет. Она бодро отвечала, та, шо буде, то буде. А ты, Марка Храй, так и живу. Детство провал и первый успех творчество болезненные отношения из разных миров, обретенное счастье. Подписывайтесь на мой канал.